Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Крупное ДТП, повлекшее смерть человека, произошло вчера на трассе Тимиртау-Астана. В Караганде первыми к теплоснабжению будут подключены объекты соцкульпт-быта. Очередной КВС снесено на Нуркена Абдирова. Подробности смотрите в репортаже Аминны Смаковой. Крупное ДТП, повлекшее смерть человека, произошло вчера на трассе Тимиртау-Астана. Здесь столкнулись автобусы и несколько грузовиков, сообщает Бенюс КИЗ. В результате аварии один человек погиб, семь пострадали. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу номер 3. К слову, автобус принадлежал корпорации «Казахмыс». В нем ехали сотрудники предприятия. По предварительным данным, ДТП произошло из-за погодных условий. На этом участке дороги, не доезжая перекрестка поселка в Чкалово и Березняки, вдоль трассы находится золот вал. В результате усиления ветра на проезжей части образовался пыльный смог. Видимость упала до нуля, сообщили в отделе дорожной полиции Тимиртау. Караганда лишилась одного из крупных летних кафе. Сегодня судебные исполнители сравняли с землей летник Орхидея. Аренда просрочена, в продлении Акимат отказал. Подробнее в следующем сюжете. Когда-то Орхидея гремела на весь центр города. Сегодня от кафе не осталось и щепок. Бизнесмены просрочили аренду еще в прошлом году, а в новой им было отказано. Чиновники говорят, летникам в шахтерской столице не место. Они не только портят облик Караганды, но и приносят массу неудобств местным жителям. Размещение летнего кафе. Срок аренды истек в августе 2012 года. При доставлении на новый срок Акиматом города Караганды было отказано. Ввиду противоречия правилам застройки территории города Караганды. Согласно которым размещение летних кафе допускается только для отдельно стоящих специализированных зданий. При этом размещение на придомовой территории летних кафе не допускается. А ведь принудительного сноса можно было бы и избежать. Судебный исполнитель не отмечает, что зачастую собственники летних кафе не соглашаются с решением суда и отказываются освобождать территорию. Но однако добровольные должники с этим не согласны, они борются, обжалуют любое действие. Но судебный исполнитель в рамках закона исполняет все действия. По словам судебных исполнителей в ближайшее время будут снесены еще три летних кафе. Амина Смаков, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде первыми к теплоснабжению будут подключены объекты соцкульбыта. В детских садах и больницах батареи станут горячими уже на днях. Накануне Акимгорода провел совещание по готовности шахтерской столицы к отопительному сезону. Социальные объекты Караганды к зиме готовы на 100%. Отчитались Акимы двух районов. Жилой фонд до высшей отметки пока не дотягивает, однако до конца недели обещают завершить последние приготовления. О подготовке к отопительному сезону также отчитались услугодатели. К слову, пара горячих батарей начнется в этом году раньше обычного, 1 октября. Первыми тепло получат больницы, детские сады и другие социальные и культурные учреждения. Объекты культуры начинаем подключать. Загружайте на первый этаж. И по стартам, как говорите вы, Андрей Васильевич, стартировка. Байкудурка и пошли сюда. После врезки завтрашней М8 закручиваем при шахте. В Караганде перекроют еще одну дорогу. 27 сентября с 8 утра по улице Ермекова будет закрыто движение автотранспорта на участке от путепровода Федоровский до поворота на Карагандинский экономический университет. Движение в направлении вокзала по улице Ермекова будет открыто. Городской отдел ЖКХ приносит извинения за временные неудобства. Аким города поздравил работников культуры. В преддверии профессионального праздника несколько представителей культурного сообщества Караганды получили благодарственные письма, а четыре творческие коллектива стали обладателями премии в размере 500 тысяч тенге. 26 работников культуры сегодня стали обладателями почетных грамот и благодарственных писем Акима города. Все они внесли вклад в развитие культуры и искусства шахтерской столицы. Для них это не просто профессия, а призвание. Когда люди отдыхают, вы работаете. Мы ощущаем это практически каждую неделю. Буквально на всех профессиональных праздниках вы поддерживаете именно городские власти. То, что работникам культуры некогда отдыхать, подтвердили не только словом. Для коллег выступил директор городского зоопарка. Оказалось, он не только прекрасно руководит зверинцем, но и отменно поет и играет на дамбре. Отметим, что четыре творческих коллектива стали обладателями премии Акима города. 500 тысяч тенге на дальнейшее развитие получили сотрудники зоопарка, дворцы культуры молодежной, нового майкудука и железнодорожников. К слову, последние уже знают, куда потратят полмиллиона. Вот такой неожиданный, прекрасный подарок. Полмиллиона тенге для нашего дворца культуры железнодорожников. У нас в ДК очень много мест, так скажем, куда можно вот это потратить. И все это, конечно, для жителей, все это для детей. В основном дети занимаются у нас. Пользуясь случаем, хочу выразить ему большую благодарность от всех директоров ДКшев. И хочу поздравить всех работников культуры, искусства с этим замечательным праздником, который только второй год празднуется у нас. В этот же день несколько работников культуры получили оригинальные благодарственные письма от Карагандинского городского маслехата. Счастливчиков было трое. За большой вклад в развитие городской культуры, воспитание подрастающего поколения и организацию познавательного досуга, именные и благодарственные письма народные избранники вручили директору стадиона «Шахтер» Вячеславу Мазитову, заместителю директора Карагандинского зоопарка Нагуману Бедайбаеву и директору госучреждения «Централизованная система массовых библиотек» Раушан Казгумбаевой. Всем вам желаю здоровья, оптимизма, вдохновения, веры в собственные силы и будущее нашей страны. Оно, значит, в мере формируется именно вам. Спасибо вам. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В Сатпаеве банальная ссора друзей закончилась убийством. Накануне поздно вечером местные жители обнаружили на улице бездыханно окровавленное тело своего 38-летнего соседа. О страшной находке они тут же сообщили в полицию. Как было установлено, мужчина скончался в результате проникающего колото-резаного ранения с повреждением сердца. В ходе оперативных мероприятий по горячим следам был задержан 42-летний друг погибшего. Подозреваемый сразу признался в совершении убийства. Он пояснил, что в тот злополучный вечер между старыми друзьями произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Мужчина, не думая о последствиях, схватил нож и вонзил его в грудь приятеля. После сбежал с места происшествия. Распитие спиртных напитков, незачехленное огнестрельное оружие. Более 40 дел об административных правонарушениях с начала открытия сезона охоты возбудили сотрудники полиции. Вместе со стражами порядка на охоту за охотниками вышел и наш корреспондент Мирамгуль Салкимбаева. Вы мне покажите свой документ, что вы охотники. Вы понимаете, мы хозяева этой территории. Хорошо. Откуда я знаю, что вы хозяева? Эти кадры были сделаны 7 сентября. На берегу озера Жаман-Коль собралась компания охотников. В их числе был даже егерь, он же представитель темиртаусского общества охотников и рыболовов. Сезон только открылся, а уже есть ряд правонарушений. Звероловы не только находились на чужой территории, но и распивали здесь спиртные напитки. Егерь Юрий Марков, который, по идее, должен был остановить безобразие, стал главным участником веселья. Владелец территории отмечает, что охотники не только злоупотребляют спиртным во время охоты, да еще и вытаптывают его посевы. Следить за каждым нарушителем местные фермеры физически не успевают. Писали жалобы и в природоохранную прокуратуру, и в полицию. Однако проблема с мертвой точки так и не сдвинулась. И вытаптывают посевы, закапывают окопы прямо на посевных полях. И были тоже случаи пожарные, пожары были позапрошлым году. Мы своими силами ели-еле потушили пожар. Двое жителей темиртау тоже в числе нарушителей. Они охотились в 800 метрах от села Чапаева, да еще и ходили близ поселка с расчехленным оружием. А ведь в законе черным по белому написано, охота на расстоянии ближе двух километров от населенного пункта запрещена. Но для этих темиртаусов, видимо, закон не писан. Разгоряченные охотники начали угрожать своими связями. Утром владельцы территории вызвали сотрудников полиции. Представитель правоохранительных органов изъял у злослых нарушителей оружие и составил протокол. А вот один из предприимчивых охотников просил разобраться на месте. Вы вчера тоже мне... Ты же говорила, что ты меня не знаешь, кто я такой. Я тебе покажу вот так. Ты только покажите. Я покажу, я сказал просто, что вы меня не знаете. Ну давай, давай разберемся. Ну скажи, как разберемся? Ты эту камеру не снимал? Я не знаю, откуда у вас такая информация. Нет, есть ли основное нарушение проведения охоты в радиусе 800 метров. А если, как говорится, визуальных нет никаких доказательств. Потому что данные лица управляют транспортным средством в состоянии оконного опьянения. Здесь, как говорится, здесь тогда можно любого останавливать. Тем временем представители инспекции лесного и охотничьего хозяйства уверяют, что проблему нужно решить обоюдно. И как бы обоюдно давайте встретимся. Ну это на мой взгляд. Потому что так мы не решим. Вот и обговорим эти вопросы. Допустим, на этот период пусть он там усиливает. Ставим там кордон какой-то, вагончик вытаскивает. Чтобы сидел тот же Марков и охранял. Если Марков там не устраивает, значит, там другого егеря пусть берет. А вот с Тимиртауским городским обществом охотников и рыболовов, которые выдает путевки на охоту, связаться не удалось. Их не оказалось на рабочем месте. Однако в инспекции лесного и охотничьего хозяйства обещают, что ситуация найдет свой конец в самое ближайшее время. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В Тимиртау прошел республиканский молодежный форум «Созидая будущее сердцем и делами». Организаторами мероприятия выступили молодежное крыло ЖАС ОТАН и молодежное объединение со всей страны. На диалоговой площадке обсудили будущее молодого поколения и заслуги лидера нации. В форуме приняли участие около 500 человек. Среди них члены молодежных организаций, партийцы и студенты. Торжественно открыл форум Аким Карагандинской области Боржи Анабдишев. Новый политический курс нацелен на то, чтобы дать вам новые возможности, лучшее образование, достойный труд и великое будущее. Все же основной темой обсуждения на форуме стала новая политическая доктрина Нур-Атан, которая создана по поручению президента страны. В данном документе отражены главные ценности правящей партии государства. Это семья и традиции устремленность в будущее, верховенство закона и не только. Стратегия 2050, которую озвучил глава государства, лидер нашей партии, это и есть такой план для нашей страны. Вот если вам сегодня 22 года, ваша жизнь как раз будет проходить тот самый интересный период, когда Казахстан должен будет обойти 20 разных стран мира. То есть сегодня мы находимся в 50-ке на 50-м месте, а в 2050-м году мы должны войти в 30-ку наиболее конкурентоспособных государств. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Еще четыре предприятия Карагандинского региона получили государственные гранты на развитие бизнеса. Сегодня состоялось очередное заседание Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. Члены совета также рассмотрели несколько проектов для включения в карту индустриализации, в их числе производство стальных канатов для промышленности, энергетического и строительного сектора компании «Казметис», производство по переработке макулатуры в картон и пищую бумагу Карагандинского телелозно-бумажного комбината, создание племенного репродуктора и откормочной площадки на 200 голов крупного рогатого скота, а также проект тепличного хозяйства с овощехранилищем в Жесказгане. По итогам заседания Акимобласти поручил Управлению промышленности направить документы по одобренным проектам в Министерство индустрии и новых технологий республики. Для включения их в карту индустриализации. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер нашей редакции – 4206-49. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова